Господи, как долго эту сраную морковку ещё тащить? Слушай, пошли к бате сходим. Ну пошли. Ну ты, проклятая железяка, сделал из меня бомжа-батя. Чем занимаешься? Ваш батя изобрёл вещь, которая всё сжирает. Я из-за неё стал бомжом. И я изобрёл её так, что оттуда хрен, что теперь вытащишь. Короче, суёшь любую штуковину, например, морковка. Крутишь там за хрень, и надо, чтобы вот эта хрень показала всю морковка. Ой, классная вещь, батя, дай-ка нам поиграть. Ну-ка, дай-ка. Хм, батя, а чё дальше делать? Ничего, сожрал морковку, конец игры, значит, проиграл. Хм, а может, что-нибудь ещё оттуда засунем? Надо что-нибудь придумать, чтобы все мои вещи вернулись обратно. Вот и всё, батя. Теперь и сынок твой стал бомжом. Чем занимаетесь? Чем-чем, фигнёй страдаем. Я придумал, если мы запихнём всё, что нам попадётся под руку, мы можем выиграть. Главное, чтобы больше вещей было. Ура, наконец-то, мы выиграли. Пацаны, нас обманули. Земля пухом нашим вещам. Давно не виделись, и сегодня мы будем играть в гольф. Эй, ни хера себе, ты куда его забросил? Чё за херня? Откуда прилетела? Эй, куда он делся? Где ты его нашёл? Детки, прежде чем со мной разговаривать, надо здороваться. И вообще, я сидел, пил кофе, и тут какая-то хрень летит прямо мне в чашку. Шо за дела? Мне кажется, твои иголки мне в зад попали. Ай, помогите, вытащите меня отсюда. Всё нормально. Давайте-ка ещё разочек попробуем. Нихера себе у него выдержка. Ну вот, главное, что ничего больше не разбили. Яб твою мать! Ай, моя задница. Что это за говно? Дядя Копаточ, ты не сломал наш мячик? Мой дядя Копаточ, местный алкоголик. А-а-а-а, вот будем мы одни, я вам таких пендалей надаю. Ну ладно, давайте другой способ придумаем. Ну давай, бей, пока я не передумал. Здорово. Чё это, сова? Теперь мне придётся бить тебя. То есть, вы хотите сказать, что я-то должна вот так держать, а? Да. Пока ёжик не забьёт в лунку. Блин, я, походу, его от страха сожрала. Баран решил основать новую профессию. Ну-ка, иди разузнай, как он вел себя в этом году. Да нафига вообще это нам надо? Здорово, Баран. А я тебя и не заметил. Привет. Для оленей Деда Мороза дорожку расчищаешь? Вы думаете, я совсем додик? Не понимаю, кто такой Дед Мороз? Давай ты быстрей. Ну быстрей. Быстрей расчищай дорожку Деду Морозу. А то он завалится в сугроб. А ты уже придумал, что мне будешь дарить? Ты кто? Снежный медведь. Это я. Ну давай, рассказывай, что там мои племянники хотят. Ну короче, Крош хочет, чтобы ты провел им интернет в хату. Они что, совсем оборзели? У дяди столько денег нема. Ну тогда что-нибудь другое надо придумать, чтобы было схоже с интернетом. Вот что нам с Нюшей делать? Она хочет в Париж. Мы же ее не повезем на оленях в Париж. Ни хера у тебя бандеролька. Это ты что, Деду Морозу решил отправить? Ну как бы, да. Ёжик, ты что реально веришь в Деда Мороза? Конечно, я с ним бухал в баре. Напомни мне, где я был в тот момент? Что ты с ним бухал? А нечего было бухать до потери памяти. Ты нажрался и под стол завалился. Расскажешь бате, я скажу дяде Копаточке, кто брал его коньяк. Что ты делаешь? Пойду ловить это алкоголика. Так, пацаны, признавайтесь, кто бухал в прошлом году с ежиком? Опа, вспомни говно, вот и оно. Так, мужики, сворачиваемся. Фух, чуть не попались. Вот теперь понимаете, почему нельзя бухать с детьми? Потому что даже от детского шампанского они сходят с ума. Да. Продолжение следует...